Опять мне россиянин пишет, вот вы на Майдане допрыгались, доржались, доскакались, теперь всю страну профукали. Или вы думаете, что Россия развалится? Я, честно говоря, удивляюсь только тому, что россиянам не хватает мозга осознать, что именно благодаря россиянам-то Украина свою государственность по факту сейчас и создает. Я бы, конечно, рекомендовал вам померить уровень собственного IQ, но я не буду, потому что у вас и так достаточно поводов для расстройства. Я по поводу того, был еще в 2014 году, 10 лет назад, в ноябре 2014 года, был вопрос задан, почему украинцы шутят, что Путину будет, нужно поставить памятник Украине. И я написал, и я был в 92-й бригаде зато мобилизованный, под счастьем, в блиндаже, натуральном, в посадке писал. У нас уже был первый погибший на тот момент в подразделении от нападения ДРГшников. Но я при всей своей ненависти к окупанту, я совершенно четко отдавал себе отчет. Сейчас покажу просто, чтобы... Видно, да? 9 лет назад. Ну, ноябрь. Это ноябрь 2014 года. Почему украинцы шутят, что в Киеве должен быть памятник Путину? Это и я отвечаю. Да, видно. Это может быть не шутка. Никто из политиков украинских или мировых не сделал большего для формирования украинского государства в политическом, а не географическом смысле. Для осознания украинцами себя единым народом, чем это сделал Путин, пусть и помимо воли. Вряд ли кому-либо сейчас или в обозримом будущем удастся так сплотить украинцев едиными целями и стремлениями, как сплотил их Путин. Благодаря Путину в Украине стало ясно, кто есть кто и кто чего стоит. Без Путина процесс формирования украинской государственности затянулся бы еще на десятилетия и вполне возможно не состоялся бы вообще. Теперь же обратного пути нет. Рубикон перейден и мосты сожжены. Путин поставил жирную точку в конце 300-летней истории, в которой от всей Украины была одной страной. Ничто так не мешало становлению Украины в качестве государства все годы независимости, как то, что очень много украинцев, я был в их числе, видели будущее Украины, каким видел его, наверное, Богдан Хмельницкий. Путин сократил количество думающих подобным образом украинцев, если до нуля, то в разы точно. Это необратимо. Путина смело можно назвать отцом украинской государственности, как бы странно это ни звучало. Поставят ли ему в будущем за это памятник в Украине? Вполне может быть, я бы этого не исключал. Вот такие пироги, ребятки. То есть, ну, по-моему, осознать то, что именно Россия своими действиями, аннексией Крыма, захватом Донбасса, частично там Харьковской области, частично Запорожской области, здесь убийством на данный момент уже десятков, сотен тысяч украинцев. Именно это формирует Украину как государство, как нацию. То есть это легенды создает сейчас погибшие ребята вот в моем подразделении в 2014 году сейчас. Это все то, о чем будут рассказывать поколениями вперед. И виновны в этом будут не фашисты 41-го там года и Великой Отечественной, так называемой, которая, конечно, Вторая мировая, а россияне. Именно россияне сейчас создают своими действиями, бучей, Мариуполем. То, что будет являться основой государства Украины, именно в смысле легенд, мифов, героизации. Понятно? Так что, как бы это не прискорбно для вас звучало, мы должны осознать, что именно россияне сейчас своими зверствами, своими изнасилованиями, своими сожжениями людей, заживо пытками. Формируют украинскую нацию, которая навсегда уйдет от россиян, ну, на поколение и поколение вперед. Я думаю, что скорее Россия прекратит свое существование, чем украинцы снова начнут жить с россиянами в одном государстве. Сэ ля Ви.